Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем выполнять вот такие нежные жемчужные ногти с объемным дизайном, который совсем не утяжеляет композицию. Для того, чтобы выполнить дизайн, мне потребуются пасты. Это гелевые пасты от фирмы Tiara, жемчужная серия, а также мой любимый топ для запечатывания зеркальной втирки. Вот, собственно, вот такая жемчужная коллекция. И знаете, на что они похожи, эти гели? Кто догадался, пишите в комментариях. А я свое мнение сообщу во время выполнения дизайна. Приятным удивлением была вот эта баночка, называется серебряное литье. Я очень давно была в поисках его, так как увидела фото в инстаграме работы с подписью гель-краска, но один в один как литье. Теперь и у меня есть эта волшебная гелевая краска. Уже в голове попридумывалось разнообразие дизайнов. Конечно, покажу вам, что протестировала. Кто отличит от литья с фольгой? Только тут выгода больше. Истираться ничего не будет, и времени дизайн занимает меньше. Гель-краска без липкого слоя, ссылка в описании. С фирмой Тиара я знакома давно. Хорошая стойкость гель-лака и огромный выбор товаров для дизайна. На подготовленный ноготь я наношу каучуковую базу выравнивающим слоем. Выравнивающий слой базы нам и позволит ходить с покрытием 3-4 недели без сколов. Чтобы цвет не растекался на кожу, снимаю липкий слой после просушки. На долговечность покрытия это никак не повлияет. На крайние пальчики наношу белый цвет гель-лака. Если нет подходящего оттенка, гель-лак можно смешать самостоятельно. И наношу вот такой вот кругленькой кистью любой марки наш замес. На среднем пальце выполним градиент, чтобы пальчики гармонично сочетались между собой. Плоской кистью для градиента, также фирмы Тиара, в которую я просто влюблена, прохожусь мелкими полосами, доходя до конца ноготка. Покрытие наношу в два слоя с промежуточной просушкой. Топом без липкого слоя покрываю все ноготки для того, чтобы выполнить зеркальную втирку. А она, как уже многие знают, втирается на финиш без липкого слоя. После просушки топа начинаем втирать зеркальный пигмент. Делаю это просто пальчиком. Можно использовать спонж для теней. Чтобы делать популярную жемчужную втирку, нужен пигмент зеркальный, который вот такого белого цвета, на самом деле прозрачный. Поэтому наносить можно его на любой цвет, и он засияет у вас жемчужным переливом. И как жаль, что камера это не передает, как видно это вживую. Расход втирки минимальный. Излишки нужно убрать и слегка подпилить торец. Теперь перекрываем топом, запечатывая торец. Этот финиш от Тиара густой, что мне не очень нравится. Поэтому наношу его в два тонких слоя, но зато он отлично держит дизайн с зеркальной втиркой. Для дизайна объемных цветочков понадобится жемчужная паста. И как вы догадались, она очень похожа на джемти гели от Эми. Эти пасты также без липкого слоя, и мне действительно кажется, что они очень похожи на джемти гели. Единственное, что цвета не совпадают. Довольно объемно я выкладываю две капельки розового жемчуга. Это будет сердцевина ноготка. Сушим в лампе. Белой гель-пастой той же марки из прошлого обзора я прорисовываю стебли и листья. Стараться нужно рисовать тонко, но объемно в высоту. А для листиков нужен нажим кисти, тогда получается отличный мазок. И, конечно же, лепестки цветка. Рисую прям поверх наших объемных капель, которые мы поставили жемчужной пастой. Для дополнительного объема можно просушить и добавить в некоторых местах. Было бы ярче видно цветы, если бы серединка была чуть ярче цветом. Но у нас получилась такая вот жемчужная нежность. На лето отдых под загорелые ручки самое то. На солнышке дизайн играет еще интереснее. Все свои товары вы найдете в описании под видео. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok